Александр Гаврилов, учитель истории и общества знаний из Ухты, стал лучшим классным руководителем со стажем работы менее пяти лет. Приехал на конкурс педагогического мастерства с этической беседой о буллинге. Говоря по-русски, пообщался с детьми на тему травли, агрессии, унижения и насилия. Все эти понятия не чужды для среды подростков. Несмотря на свой успех, педагог признается, работать с незнакомыми ребятами, конечно, сложнее. Когда ты со своими детьми работаешь, конечно, ты уже знаешь, в какой ситуации можно ему задать вопрос, что он тебе ответит. И, конечно же, они будут расположены совершенно по-другому. Если я работаю со своими детьми, то они сразу идут на контакт, потому что они уже ко мне привыкли. А здесь, конечно же, дети, они первое время еще начинают привыкать. То есть у них идет определенный момент адаптации здесь, даже за эти 30 минут. Им нужно рассмотреть тебя, кто ты, потому что они увидели тебя в первый раз. В финал конкурса вышли 10 педагогов из 7 муниципальных образований. Соревнуются учителя изюлетки Вильгарта, Печоры, Сосногорска, Нижнего Одеса, Ухты, Сыктывкара и Инты. У каждого есть 40 минут, чтобы доказать, им можно смело доверить образование и воспитание детей. Жюри всех оценивает одинаково строго. Важно и то, умеет ли специалист работать в диалоге, способен ли заинтересовать и включить учащихся в работу и обсуждение, а главное, насколько успешно достигнута цель, поставленная педагогом. Какие могут быть ошибки совершить? То есть учитель может выступать сам чисто как субъект обучения, а учащийся как объекты. То есть может быть больше присутствует авторитарный такой стиль проведения классного часа. Далее это неумение классного руководителя использовать современные педагогические технологии, в том числе информационные технологии. То есть может быть подборка каких-то видеосюжетов, которые не очень-то подходят к данному классному часу. У Александра Сергеевича из Ухты за это баллы не снизили. Для своего классного часа он выбрал фильм «Чучело» 1984 года, чтобы с помощью него, во-первых, доказать, проблема школьной травли не нова и в случае чего можно обратиться к родителям. Стесняться не надо, а во-вторых, для того, чтобы наглядно показать некоторые ситуации, а затем уже в них разобраться. Сами же участники говорят, подобные конкурсы – это всегда профессиональное развитие. Возможность пообщаться с коллегами, передать свой опыт и самому получить новые знания. Одна польза – ничего лишнего.